Сегодня в республике вступили в силу тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Подготовка к переходу на новую систему обращения с ТКО началась два года назад. Теперь за эту работу будет отвечать региональный оператор. Начало осуществления деятельности регионального оператора Чувашской республики запланировано на 1 октября текущего года, то есть сегодня. Региональным оператором проводится работа по заключению договоров с операторами, осуществляющие деятельность по сбору и транспортивному ТКО. Также с операторами, осуществляющими обработку и захоронение ТКО. В настоящее время региональным оператором направлен проект договора на оказание услуг по обращению с ТКО с всем собственникам жилых и нежилых помещениями на квартирах дома, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и владельцам частных домовладений, который будет заключен со вступлением в действие единого тарифа на услугу регионального оператора. С сегодняшнего дня оплата за обращение с ТКО в отдельной строке. Единый тариф на одного человека не превысит и 75 рублей в месяц. Арифметика проста. Для семьи из трех человек, которые проживают в квартире площадью 33 квадратных метра, рост за услугу вывоза мусора составит 2,5%. 4,1% для семьи из пяти человек. Для одинакового проживающего гражданина 33 квадратных метра рост не произойдет. От человека, проживающего в трехкомнатной квартире, произойдет снижение в 2,2 раза за услугу. В Вальковском районе, как самое неблагоприятное по величине роста платы за коммунальную услугу ТКО, максимальный рост может составить 15% для семьи из шести человек. В Чебоксарском районе произойдет наименьший рост платы для жителей многоквартирных жилых домов, максимальное снижение для одинакового проживающего в трехкомнатной квартире поселка Кугейси составит 248 рублей или 6%. К вывозу мусора по новой системе в республике уже приступили. Региональный оператор привлекает более 40 перевозчиков. Во всех районах на сегодняшний день, на сегодняшний момент, все перевозки ведутся, в городе Чебоксары тоже ведутся, кроме спецавтохозяйства. На сегодняшний день спецавтохозяйство не вывело машины на линию, но мы этот вопрос решаем при помощи других перевозчиков. Со стороны регионального оператора все сделано для того, чтобы муниципальное предприятие оставалось на рынке перевозок в городе Чебоксары. К нами подписан договор и направлен в адрес спецавтохозяйства. Спецавтохозяйство нарушает и другие условия. Предприятие, как того требует правила, не предоставило GPS-навигацию для машин и реестр мест накопления отходов. 30 сентября утром нам был передан договор от рекоператора, да, действительно подписан с их стороны, но там был добавлен пункт, изменен вернее пункт 1.1 договора. Пункт предусматривает право регионального оператора в одностороннем порядке изменять места сбора и объемы вывоза ТКО. Письменно уведомив это спецавтохозяйство за три дня, возникает риск, что по заявке рекоператора объем работ сах может сократиться в разы. Мы дополнили этот пункт следующим содержанием. Изменение мест вывоза ТКО, мест накопления ТКО, объема вывоза ТКО осуществляется исключительно по согласованию и согласию исполнителя. В течение сегодняшнего дня регулируется этот вопрос, то есть внесение изменений полностью в договор. Все равно будет конкурс, а на конкурс все определится. И цена, и условия, и так далее. А сейчас это временно, главное, не будоражить ситуацию. Полная ответственность за вывоз мусора и весь комплекс услуг в сфере ТКО лежит на региональном операторе. Председатель правительства поручил улегурировать спорные вопросы. Переход на новую систему обращения с коммунальными отходами должен решить проблему стихийных свалок. Иван Моторин отметил, что для региона это приоритетная задача. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. Продолжение следует...